Может быть, особенно когда речь идет конкретно о Кремле, конкретно о пропаганде кремлевской, да, вот там вранья сколько угодно, будем упровергать по возможности все эти сообщения, которые оттуда приходят. Да, мы сейчас понимаем, что из Кремля больше несется информация устрашающая, мотивирующая, устрашающая, чем правдивая. Поэтому давайте отделять зерна от плевел и для этого будем общаться с экспертами, с людьми, которые действительно понимают в этом и могут детальнее рассказать, что правда, что ложь, где намек. Среди таких экспертов Олег Жданов, военный эксперт, он присоединяется к нашему эфиру. Олег Владимирович, здравствуйте. 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 Как вы считаете, насколько реально угроза Сармата? Мы ведь неоднократно слышали заявления пропагандистов кремлевских, согласно которым то они Британию практически полностью уничтожили с помощью одной ракеты Сармат, то вон по Соединенным Штатам угрожали ударить. Ну, я полностью соглашусь с вашим предыдущим сюжетом и спикером. Дело в том, что на сегодняшний день нет данных о том, что эти изделия есть в металле. Может быть, там в лабораториях еще где-то один-два корпуса готовы, но в металле для того, чтобы проводить испытания, изготовленных ракет Сармат на сегодняшний день нет. Да, зато есть другие системы, уже изготовленные, как вы говорите, в металле. В частности, вооруженные силы Украины опубликовали интереснейшее видео. Это применение уже на украинской территории установок Химарс. Давайте посмотрим. Так, мы сейчас видим, как залпы осуществляются. Они осуществляются в кромешной тьме. Понятное дело, что таким образом мы не выдаем позицию, в частности, этой установки. Или даже нескольких установок, насколько я понимаю. Да, нескольких установок. Вот, видим залпы. Непонятно, куда летят ракеты, но, скорее всего, можем смело предполагать, что по вражеским позициям сейчас. Олег Владимирович, Химарсы, насколько они уже эффективны? И достаточно ли того количества, которое уже поставлено в Украину? Давай, поясните, пожалуйста, что это такое? Ну, чтобы на бытовом уровне, чтобы люди из Средней Украины понимали, что это? Смотрите, Химарс – это реактивная система залпового огня, которая имеет пакетное заряжание. То есть, не надо в каждую трубу заталкивать снаряд, а ставится пакет, в котором находятся шесть ракет. Пластиковые или композитные трубы, в которых находятся сами ракеты, они являются одноразовыми. А каркас – металлический. И эта установка может наносить огневые удары на дальность до 80 километров. В основном она может применять как осколочно-фугасный боеприпас, кассетный боеприпас. И он может быть либо высокоточным исполнением, то есть с корректировкой на различных участках траектории. И тогда отклонение при стрельбе на дальность до 80 километров, отклонение от расчетной точки прицеливания может составить 1-3 метра. То есть, это очень, я бы сказал, эффективное в этом случае оружие. Потому что на одну цель понадобится не полный залп, а, допустим, всего лишь одна-две ракеты, в зависимости от размеров цели. После стрельбы машина уходит с огневой позиции, и в районе перезаряжания она просто снимает пакет и ставит на себя сама. Так машина устроена, пусковая, что она сама может снять отстрелянный пакет, положить на землю, и тут же с земли загрузить на себя заряженный пакет. Время это занимает не больше пяти минут. И через пять минут у вас установка готова к введению огня. И еще ее особенность в том, что каждая пусковая установка имеет собственную бортовую ЭВМ, которая готовит данные для стрельбы. То есть, каждая пусковая установка может выполнять отдельную огневую задачу. То есть, мы можем говорить о том, что в руках украинских военных оказалось оружие, аналогов которому у россиян нет? Аналоги есть, но просто они по тактико-техническим характеристикам очень сильно проигрывают. Аналог российская система СМЕРШ на базе... Она у нас, кстати, тоже присутствует. Там дальность обычным снарядом 70 километров и обновленным снарядом 110. Но, судя по тому, что Россия уже давно не применяла вот эти снаряды с повышенной дальностью, у них остались только советские с дальностью 70. Но там рассеивание, чтобы вы понимали, на дальность 70 километров рассеивание может составлять больше километра, разброс снарядов. То есть, ни о какой точности речи не идет. Понятно. Скажите, пожалуйста, Алик Владимирович. Да, 12 направляющих и перезарядка осуществляется в каждый ствол отдельно. То есть, специальной транспортно-заряжающей машиной. То есть, плюс еще и время. Одна зарядка 12 ракет может занять минут 30-40. Это при хорошем исполнении. Да, совершенно не те цифры, которые связаны с ХИМАРС. Скажите, пожалуйста, а то количество установок ХИМАРС, которые уже находятся в руках у украинских военных, его достаточно для некого изменения ситуации в пользу Украины на фронтах? Или все-таки пока еще тренируются ребята наши? Ну, скажу так, что это пробный шар. И, допустим, эта батарея 4 пусковых, которые нам должны были передать, может изменить ситуацию на одном отдельно взятом направлении. Вот, допустим, если у нас сегодня критическая ситуация на северодонецком направлении, то мы можем, перебросив туда эти системы, весь ближний тыл противника, то есть на глубину до 50 километров, мы можем спокойно потрепать с помощью этих установок. Северодонецк, да, сейчас в центре внимания. Буквально недавно поступила информация о том, что украинские военные будут отступать. Можете прокомментировать, что это, что происходит? Ну, в принципе, как бы абсолютно логичное решение со стороны генерального штаба. Почему? Потому что Северодонецк выполнил свою задачу в плане изматывания противника. Мы удерживали город столько, сколько могли. Теперь принято решение отойти на следующий рубеж обороны. Мы же каждый раз стараемся вести, несмотря на то, что Россия нам навязывает оппозиционную войну образца Второй мировой, мы все равно пытаемся вести мобильную оборону. И отойдя на следующий рубеж, Российская Федерация начинает все сначала. Огневое поражение, штурм и те же самые потери, которые были на предыдущем рубеже обороны. Поэтому, в принципе, все нормально. Мы переходим на следующий рубеж обороны и будем ее удержать. А следующий рубеж это какой? Это город Лисичанск. Лисичанск. И что там? К чему готовится? В принципе, его географическое положение дает нам возможность превратить его в такую, я бы сказал, крепость. Потому что он на высоком берегу. И самое главное, это обеспечить дорогу жизни, то есть связь между основной группировкой войск и городом Лисичанском. Там есть небольшая угроза, но пока мы держим позиции и город снабжается более-менее нормально. Кстати, вы сказали о том, что постоянно оккупационные войска навязывают Украине какую-то позиционную войну, пытаются измотать наших военнослужащих. Но вот судя по данным Института изучения войны, это ISW, российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступление, что позволит украинским военным начать контрнаступление. Я так понимаю, полномасштабное, не просто контрнаступательное действие. Ну, это очень оптимистичный прогноз. Я сказал, что они пытаются нас посадить в окопы и навязать нам именно войну в период Второй мировой. Но на сегодняшний день действительно, вот кстати, это то, что я говорил, что задача измотать. И даже западные аналитики оценивают, что вооруженные силы Российской Федерации сегодня на пределе. Я считаю, что это их последний рывок в плане наступления. Дальше им нужна будет оперативная пауза для формирования резервов. Не просто для перегруппировки войск на линии соприкосновения. Здесь уже нечего перегруппировать, все уже побито и потрепано. Поэтому им нужна будет оперативная пауза для того, чтобы сформировать какой-то резерв. И отсюда, кстати, пошла тенденция вот этих разговоров из разных источников, что Россия готова к переговорному процессу. Россия хочет переговорный процесс. Россия, возможно, и хочет переговорный процесс. Возможно, они уже созрели на это. Но пока что угрозы сыпятся со стороны Кремля. В частности, в Госдуме уже пригрозили ракетным ударом по посольству Соединенных Штатов Америки в Киеве. Да, я слышал это заявление. И, в принципе, видите, они даже подобрали человека, из уст которого это бы звучало более-менее авторитетно. То есть вроде как и военный, вроде как и юристом и все остальное. Но я скажу так, что в основном это политические заявления и угрозы. У России просто нет других аргументов. Они на сегодняшний день, кроме ракетного удара по городам Украины, они же даже не могут эскалировать, чтобы ответить нам, не могут эскалировать конфликт на линии фронта. Поэтому мы будем, чем дальше, тем больше мы будем слышать таких заявлений по поводу того, что мы завтра нанесем удар. Ну нанесите, у вас же руки развязаны, как говорили отдельные политики буквально пару дней назад у России. И, пожалуйста, попробуйте. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, что тем временем на Херсонском направлении происходит? Как там украинские военные? Что с оккупационными войсками? Ну, на Херсонском направлении мы предприняли некоторые контрнаступательные действия с нескольких направлений, с трех именно, для того, чтобы улучшить свои позиции и создать плацдарм для будущего контрнаступления. Но, оказалось, нас ждал приятный сюрприз. Я так понимаю, что вот это, кстати, к морально-психологическому духу российских войск. В том плане, что захватывать, убивать, грабить и насиловать они, да, герои. А вот, когда держать оборону, оказалось, что российский солдат не готов умирать за украинский Херсон. Поэтому у нас есть успех в плане продвижения в направлении Херсона. Он, конечно же, не такой значительный, как нам хотелось бы. И это не контрнаступление. Мы продолжаем контрнаступательные действия. И ждем сейчас от Генерального штаба, когда они достигнут какого-то промежуточного результата. Результаты, я так понимаю, не огласят о том, чего они добились на Херсонском направлении. Но там есть успех. Есть информация о том, что российские войска снялись с Мариупольского направления, да, куда-то перебрасываются? Да, действительно, такая информация есть, что колонна войск от Мариуполя пошла в направлении Бердянска ушла. Ну, там, в принципе, дорог-то особо и нету. Но я так понимаю, что это именно, скорее всего, это усиление именно Херсонского направления. Хотя не исключаю, что они могут повернуть на Мелитополь и пойти на Запорожское направление. Потому что мы там тоже имеем незначительный успех в плане контрнаступательных действий. И тоже продвинулись в направлении Мелитополя на 10 километров. Олег Владимирович, спасибо большое. Следим за развитием событий, держим руку на пульсе всего того, что происходит. И благодаря вам в том числе. Военный эксперт Олег Жданов был с нами на прямой связи. Продолжение следует...